Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. И сегодня будет мастер-класс. Сделаем с вами вместе осенний маникюр. Осенний маникюр, который сейчас выполнен у меня. Я его придумала сама, выложила фото в инстаграм и получила запрос сделать такой мастер-класс. Но поскольку у меня маникюр уже готов, то я решила, почему бы не показать вам, как я его делала. Соответственно, ногти красить я уже не буду, потому что у меня уже маникюр готов. Но я приготовила все необходимое и шаг за шагом я буду вам показывать и рассказывать, как я сделала свой маникюр. В первую очередь хочу вас познакомить с вот такими замечательными лаками, которые я наносила. Это знаменитые совы от Dance Legend. Из коллекции Анны Гореловой. Лаки эти были вот в таких вот симпатичных коробочках. Это 47-й, листопад. Это темный лак. И 46-й, вот такой вот. Это жовтень. На них поподробнее хочу остановиться. Это лаки из коллекции Зима 2015-2016. Каждый из лаков назван одним из вариантов древнеславянского или народного названия месяца. Славяне проживают на обширной территории, поэтому из-за разных климатических условий именно лаков не всегда будут соответствовать характерным событиям и явлениям соответствующего времени года. Вот такая вот коллекция. И сейчас я вам расскажу и про листопад, и про жовтень. Очень мне она нравится. У меня 4 лака есть из этой коллекции. Я вам еще в своих покупках их не показывала. Купила я их еще летом. Итак, жовтень. Это 46-й. И он нам что символизирует? Желтеющая листва в октябре помогла представить этот лак в виде множества золотых, медных, бронзовых и серых металлических хлопьев в светло-фиолетовой, почти прозрачной базе. Вот сейчас вы можете видеть, как он переливается. К сожалению, у меня свет не очень яркий в помещении, но то, что от окна дневной свет попадает, то можно видеть, как там переливаются золотые, медные, бронзовые хлопья. Сейчас очень хорошо видно. Вот такой красавчик. Я решила, что для своего первого осеннего маникюра нужно выбрать именно его. На горлышке, видите, видно, что он практически полупрозрачный. Поэтому этот лак я наносила на ногти в 3 слоя. Второй лак это листопад. Листопад символизирует ноябрь. Время оголения ветвей, деревьев и облетания последних листьев. В конце этого месяца уже начинается подготовка к зимним праздникам. В желейной малиново-бордовой насыщенной базе лака можно рассмотреть смесь из разноцветных, разноразмерных металлических хлопьев, напоминающих о конфетах в фольге или новогодних игрушках. Очень красивый. Каждый из лаков данной коллекции по-своему очень красив. Вот так он выглядит на ромашке. Это листопад. 47-й. Итак, давайте теперь приступим непосредственно к мастер-классу. Буду вам рассказывать, что же нам понадобится для создания вот такого вот осеннего маникюра. Во-первых, это лаки 47-й и 46-й. Но вы можете использовать любые похожие лаки, которые есть у вас в арсенале. Далее нам понадобится золотая краска для стемпинга. У меня вот такая вот с сайта Бон Претти. У меня есть видео обзор на эту краску. Также нам понадобится прозрачный силиконовый штамп. Ну или любой другой штамп, который у вас есть. Но я сейчас в последнее время пользуюсь исключительно прозрачными. На оба штампа также у меня есть видео. Нам понадобится скотч для очищения штампа. Потому что эти штампы нельзя ни в коем случае не бафить, ни протирать жидкостью для снятия лака. Жидкость для снятия лака без масел с ацетоном у меня мечта для очищения пластины. Я использую во время стемпинга вот такую вот защиту для кутикулы, которую мы наносим вокруг ногтей на кожу, чтобы защитить ее. База под лак. Я использую вот такой активный биогелет Эль Коразон. Он дает дополнительный корсет укрепления ногтям. То есть ваши ногти становятся еще тверже и еще плотнее с этой базой, то есть вот с этим биогелем. Это простой биогель, это лак лечебный. С ним очень быстро растут ногти. И он еще дополнительную, в общем, твердость придает. Очень мне нравится. Я стараюсь его использовать как можно чаще. Вот. Потом нам понадобится сушка. У меня вот такая вот моментальная сушка Секи Вит. Ее можно приобрести в интернет-магазинах, например, на сайте Шарм Бьюти. Я покупала в подружке. Стоимость примерно 450 рублей. Здесь 14 мл. Также нам потребуются ватные диски для протирания пластин. Скребок или пластиковая карта. Я пользуюсь картой, мне удобно. Маслице. Для того, чтобы нанести его потом на ногти. У меня вот такое вот классное маслице вишневое. С сайта ногти.рф тоже есть обзор. И, конечно же, самое главное, это пластинка для стемпинга с нужным дизайном. Я использовала пластину 024. Здесь вот такие вот цветочные, растительные разные принты. Это одна из самых моих любимых пластин. Здесь и розы, и турецкий огурец, и, в общем, всякие разные цветочки. Она очень классная. Очень хорошо маникюр смотрится. Ссылочки на все материалы, которые сегодня я буду использовать в своем мастер-классе, я вам обязательно внизу под видео оставлю в инфобоксе. Не ленитесь, открывайте и переходите. И сегодня мы будем использовать вот этот принт с кленовыми листиками. Итак, первое, что мы делаем, мы наносим на ногти базу. Быстро ее сушим. И наносим лак. Повторюсь, жовтень мы наносим в три слоя, в три тонких слоя. Лак сохнет очень быстро. Кисточка здесь удобная. Она такая классической формы. Не широкая, не узкая. То, что нужно. Лак хорошо выравнивается. А листопад мы наносим уже в два слоя, потому что он поплотнее. Насчет снятия данного лака не переживайте. Снимается он очень хорошо, несмотря на то, что там слюда. Но отскребать его от ногтей, как лаки шиммерные, различные, с блестками, не нужно. Он очень хорошо снимается обычной жидкостью для снятия лака. Итак, мы нанесли лак для ногтей. Просушили его. И переходим непосредственно к стемпингу. На ногти, которые у меня остались без стемпинга, это вот эти вот. Я сразу нанесла сушку, чтобы не смазать лишний раз. Сушку Secke Wit. Она позволяет нам высушить ногти за 30 секунд. Это моментальная сушка. Она очень хорошая. И наносить эту сушку нужно на ногти густой каплей. То есть берете прям хорошее количество, вот такое вот. И быстро-быстро распределяете по ногтям. То есть не надо долго елозить. Старайтесь держать кисть параллельно ногтю. Ну, то есть не вот так, а вот так. Так, меньше вероятности, что вы что-то себе смажете. И наносим. То есть вот такими вот движениями за два приема. То есть от середины. Вот так ведем, потом вот так. И не забываем, конечно же, запечатывать торцы. Так, нанесли сушку вот на эти ноготки. И приступаем к стемпингу. Наносим защитную пленку. У меня вот такая вот пюр-маникюр от Dance Legend. Также сейчас вот такие вот Defender появились в магазине Подружка. Также на сайте Bonprety можно на Алиэкспресс. Их Defender заказать. В общем, вариантов масса. Вот. Но можно, в принципе, обойтись и без нее. Просто потом, как я делала, собственно, это все раньше, просто подтираете жидкостью для снятия лака, ватной палочкой, остатки. Либо можно использовать лайфхак, которым я с вами уже делилась. Просто здесь, когда у вас останется лак, можно его вот так вот убирать с помощью скотча лишняя. Он отлично прилипает и удаляется. И не надо жидкостью очищать. Итак, переходим дальше. Берем нашу пластиночку. Уберем ватные диски. Жидкость для снятия лака. И обезжириваем нашу пластинку. Непосредственно тот рисунок, который мы будем наносить. Это наши кленовые листики. Берем золотую красочку. Данная краска мне очень-очень нравится. И что самое крутое, ее не смазывает сушка. То есть не нужно с этой краской использовать сначала топ для стемпинга. Вот от конов, например. А потом сушку. Я сразу покрываю сушкой. Это экономит время. И меньше слоев, конечно же, получается. И берем штамп. У меня ногти длинные. Я использовала вот такой большой штамп. Если у вас ногти покороче, то вы можете использовать маленький. Очищаем наш штампик с помощью скотча. Хоть он и чистый, но все равно перед использованием лучше его вот так вот оскотч протереть. В общем, берем краску. Наносим краску на пластинку. Много не надо. Достаточно вот так чуть-чуть. Потому что краска хорошо пигментированная. Она и так распределится сама. Легким перекатывающим движением, без нажима, и вот так вот не надо штамповать им как печатью, легким вот так вот перекатывающим движением, едва касаясь пластинки, мы набираем рисунок на наш штамп. Вот наши кленовые листики перенеслись. И затем мы их переносим именно туда, куда нам нужно. На наш ноготок. Очень хорошо все видно. Видите, через него. Очищаем штамп, а скотч. Он чистенький. Все, закрываем, убираем. Далее. Ждем некоторое время. Снимаем защитную пленку вокруг ногтей. Ждем некоторое время. И наносим на ноготки со стемпингом нашу сушку. Затем берем маслица и наносим его на нашу кутикулу. Вот такой мастер-класс у меня получился. Я надеюсь, что вам было интересно посмотреть, что вам понравился мой осенний маникюр. Если это так, то ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой аккаунт в инстаграм. Я всегда публикую там свои новые маникюры. Если что-то понравится, то также под фото пишите запросы. Я обязательно постараюсь выполнить ваши запросы. Ссылочка на мой инстаграм будет внизу под этим видео. Спасибо большое, что посмотрели мое видео. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Я обязательно на них отвечу. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока.